Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо. Съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. 11 июня день Феодосии. Назван в честь святой мученицы Феодосии. Ей еще не было и 18 лет, когда за беседу с христианами ее подгвергли лютым мучением. Ребра и сосцы были изрезаны железными ногтями. Мясо сошло с нее до костей. Потом мученицу Христову, еще живую, с радостным лицом, терпевшую мучение, и гемон приказал утопить в море. После утопления в море была извлечена ангелами из воды на сушу живую. И ходила святая, нося на руках своих камень, привязанный к шее ее. Потом святая была вновь пленена язычниками и приведена в судилище. Ее приговорили на сиденье диких зверей, но она пребывала совершенно невредимой от них. После приказали усечь мечом. Во время усекновения святой видели голубицу, вылечившую из уст ее, сиявшую как золото и возносившуюся к небесам. А когда наступила ночь, святая мученица явилась к родителям со многими другими святыми девами. Она была облечена в одежду более белую, чем снег. В ее руке был золотой крест, а на голове венок. Святая Феодосия сказала родителям, «Вот видите, сколь велика слава и благодать Христа моего! В это время наливаются жито и рожь». Народи говорили, «Если Феодосия, колосятница, пришла, значит рожь зацвела». Вообще сегодняшний день считался несчастливым. Говорили, «День Феодосии стоит один всех понедельников». Сегодня старались не выходить на улицы без особой нужды. Приметы. Много ржи, значит и много грибов соберешь. Детям сегодня запрещалось играть, прыгать. Мол, сейчас земля тяжела, и если скакать по ней, будет несчастье. Пели песни. «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу роста, чтобы до небес дорос. Матушка рожь стала бы ты стеной сплошь». Так привлекали хороший урожай. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, энергетические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали «огонь». Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ, целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте Жития Святых или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. В питании постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok